Сегодня, когда российская армия ведет захватническую войну в Украине, а некоторые политики, общественные деятели, журналисты соседнего государства призывают прямой агрессии, нас всех волнует один вопрос. Какова наша обороноспособность? Сможет ли военно-промышленный комплекс Казахстана обеспечить надежную обороноспособность нашей Родины? Сегодня не готовы вообще ни обороноспособность, ни армия не готовы к военным действиям. Готов, наверное, народ. У нас нет патронов. Патронов завод уже третий год стоит на боку. У нас нет пороха, у нас нет порохового завода. Вы представляете, да? Где мы зависимы, где мы увезены? Нам совершенно не ясно, почему, создав завод, инвестировав в денежные средства, имея компетенции, работают все граждане Казахстана. Мы должны закупать идентичную технику за рубежом и дороже в два раза. Почему эти деньги должны работать на экономику Турции, на экономику Российской Федерации? Почему эти деньги не должны работать здесь? Ну, по всей видимости, это какие-то политические игры. Для нас ситуация, которая, значит, происходит, для нас будет эта катастрофа. Пускай вот эти 160, там сколько, олигархов за цигундер и денежки сюда. Все, значит, оделать он на себя. Это военные преступления. Добрый день, дорогие друзья. Мы находимся в производственном помещении уникального завода «Казахстан Парамоунт Инжиниринг» на нашей встрече с экспертами военно-промышленного комплекса, на которой мы обсудим один из главных вопросов сегодняшней повестки дня. Насколько надежна обороноспособность нашей страны? Насколько высока роль военно-промышленного комплекса в обеспечении нашей обороноспособности? Гости программы. Генерал Тимур Абишев, бывший начальник департамента боевой подготовки Министерства обороны Казахстана. Полковник Мухтар Карабеков, бывший начальник департамента военно-технической политики Министерства обороны. Гербул Салимов, генеральный директор завода «Казахстан Парамоунт Инжиниринг». И Найзабек Олжабаила, исполнительный директор Ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса Казахстана. Итак, дорогие гости, спасибо, что вы согласились принять участие в нашей сегодняшней дискуссии. Отдельное спасибо я хотел бы сказать вам, Гербул Салимович, за предоставленную возможность провести нашу передачу в главном производственном помещении нашего завода «Казахстан Парамоунт Инжиниринг». Тема обороноспособности, она очень широкая, в ней много аспектов. И сегодня я бы хотел сфокусироваться на военно-промышленном комплексе нашей страны, на его роли в обеспечении этой самой обороноспособности. Итак, как вы думаете, уважаемые коллеги, насколько сегодня наш военно-промышленный комплекс готов обеспечить эту самую обороноспособность страны? Знаете, сегодняшнее положение дел в мире, а в частности у наших соседей, показывает о том, что оборонно-промышленный комплекс непосредственно при ведении войны, в скобках специальной военной операции, имеет громаднейшее значение. Почему? Потому что, если раньше считалось, что как таковой войны большой не будет, будут локальные какие-то конфликты и прочее, то сегодняшнее положение дел показало все в обратную сторону, где задействованы все виды вооруженных сил, определенно очень большие потери, в том числе и вооружения и военной техники. Теперь, что касается оборонно-промышленного комплекса. Вот смотрите, будучи начальником департамента боевых подготовки, мне по службам приходилось посещать отдельные оборонные предприятия такой развитой страны, как Федеративная Республика Германия. Там оборонно-промышленный комплекс занимался только модернизацией. Почему? Потому что производство там в связи с экологией и прочее, и прочее, и прочее было свернуто. И все считали, что этого достаточно. Вот то, что мы старое модернизируем, на этом все. Доктрины, как правило, всех стран это было. На сегодняшний день пришли к тому, что опять запускают заводы. Почему? Потому что, ну, не секрет, что вооруженным силам Украины помогает весь западный мир и Соединенные Штаты Америки, в том числе, которые также запускают свой военно-промышленный комплекс, ну, который они, как правило, законсервировали. Что происходит в России? Если в Российской Федерации раньше тоже считали, что да, достаточно, вот по такому, там есть план обеспечения вооружения и вооруженной техники, да, по этому плану, вот там выходит капремонт, это в этот ремонт, и будем снабжать армию, это достаточно. То, соответственно, при введении боевых действий потери возрастают в разы, ремонт возрастает в разы, и поэтому, исходя из реалий этих знаменитых армат и прочего нету, вот, поэтому приходится и проводить параллельно модернизацию, вот, то, что имеют, и наращивать выпуск того, что у них стоит на конвейере. Поэтому, несмотря на то, что там по открытым источникам работают в три смены, вот, потребность для такой специальной военной операции не всегда обеспечивается, как хотелось бы любым, ну, любой, как говорится, воюющей стороне. Что касается теперь непосредственно нас, я хотел бы сказать так, что нам на сегодняшний день, ну, не знаю, мы настолько отстали, настолько остановились в том, что мы тут никогда не будем никуда не втянуты, вот, и то количество вооруженных сил, которое есть, оно вроде бы обеспечивало нас оборонный потенциал с тем вооружением техники, которое в большинстве своем осталось в наследство от Советского Союза, Мы, скажем так, то счастливое время упустили. И сегодня, чтобы нам обеспечить вооруженные силы, надежно причем обеспечить вооружением военной техники, ну, как минимум, четыре вот таких завода необходимо. Это только касается бронетанковой техники. Вот. Необходимо серьезно реконструировать то, что у нас находится в Семипалатинске по бронетанковой технике. Вот. Ну, и по другим видам, я уже говорю, что у нас нет абсолютно войскового ПВО, и закуп, как его производить, это тоже проблематично, потому что самое лучшее ПВО, это у северного соседа в России, вот, ХАИМ сейчас не до нас просто-напросто. И когда мы получим, даже если мы заплатим, это тоже нет. Поэтому здесь тоже большой момент. Ну, в то время у нас есть прекрасное предприятие оборонно-промышленного комплекса, это Гранит, который тоже необходимо шевелить, какие-то развивать, вложения делать. Вот. И там тоже неглупые люди находятся. Что в руководстве, что среди рабочего персонала. Ну, это вот, я только вот, то, что вот так вот на поверхности лежит, да, вот, я вот говорю. Не говоря уже про остальное оснащение боеприпасами, начиная от стрелковых и заканчивая ракетами. Макеев, вы как могли бы, что могли бы добавить к тому, что сказал наш уважаемый ГРН? Ну, знаете, Казахстан в свое время в составе Советского Союза был ориентирован на военно-морскую тематику принципиально. У нас в Казахстане было более 50 предприятий оборонно-промышленного комплекса еще Советского Союза. В сегодняшний день существует более 40 предприятий, которые объединяет Казахстан инженеринг, которые, короче, мы хотим адаптировать на потребности вооруженности. Ну, конечно, короче, отметил господин Ярова, что есть основные аспекты, основные направления, по которым мы даже не выполняем то, что мы сегодня, короче, наметили. Да, мы в свое время сделали модернизацию Союза-Пахинского бронетанкового завода. Может быть, тоже была ошибка, потому что, в принципе, теми или не другими, короче, связанными делами мы связались с Украиной по модернизации этого завода. Хотя направление было Уралвагонзаводом. Мы более 20 лет шли к тому, чтобы освоить даже капитальный ремонт бронетанкового завода. Более 20 лет. Мы только-только освоили его. Не говоря о производстве, просто капремонт. Да, да. Принципиально так, да. Но о производстве, честно говоря, не идет принципиально. Мы можем модернизировать, мы можем производить определенные работы по капитальным ремонту, по модернизации и так далее. Но цикла полного у нас нет. Вот, наверное, единственное предприятие, которое сегодня есть в Казахстане, это фармонт инженера, которая с начала до конца освоила, локализовала в высокой степени, и она осталась, короче, невостребованной вооруженным силами. Ну, пока, пока. Да, да, хотя здесь и посещал ее. Верховная главнокомандующая, все министры были и так далее, да? Но наш оборонно-промышленный комплекс требует ключевую, и необходимо ее развивать. Мы обязаны это делать. Мы не говорим, что все 100% надо все освоить и обеспечить вооруженностью. Нет. Ну, это невозможно. Основные направления мы должны держать принципиально. У нас нет патронов. Патронов завод уже третий год стоит на боку. И вот сколько лет мы... У нас нет пороха, у нас нет порохового завода. Вы представляете, да? Где мы зависимы, где мы уязвимы? Разобраться так. У нас на боку лежит казахстанская авиационная индустрия. Он никак не может отсвоить и пойти на определенную, говорящую, ступень развития. Он тоже не может. Это авиация. Боевая авиация. Если мы вот так вот будем по пальцам считать, короче, у нас, в принципе, говоря оборонно-промышленный комплекс, сейчас я буду говорить на изначальном этапе. На начальном этапе. Или, если сказать... Каждый раз меняя руководство, меняется правительство. И каждый раз то одно направление, то другое направление. И так далее и тому подобное. Вот давайте возьмем, говорящий, такой аспект, как компания «Эвракорта». Да, мы в свое время, говорящий, хотели получить технологию от Германии и Франции по локализации и производству здесь организовать летолетное производство. Да, была такая история, да. Принципиально, да. Но по ряду причин, в том числе и Казахстан виноват, мы не выполнили свои обязательства. Из-за чего? Из-за того, что у нас не было единственными силами и структурами. Министерство обороны не может все это потянуть на себя и обеспечить, потому что у него бюджет такой. Мы тогда говорили, давайте, короче, консолидированно будем выступать. Да, мы согласны получить эту технологию, но давайте консолидированно все силовые структуры и другие министерства, которые будут брать этот продукт. В том числе и сельское хозяйство, медицина, здравоохранение, и МЧС, комитет национальной безопасности. И как ни странно, первое, короче, скачало с этого направления, в первую очередь, комитет национальной безопасности. И на сегодня, короче, этот Еврокопт существует только ради того, чтобы ослуживать те летолеты, которые мы сейчас получили. Уже есть в стране. Это же кошмар. Если посмотреть по каждому этому направлению, у нас просто никто, наверное, комплексно не думает по совокупности. Все, говорите, отделы тела на себя. В принципе, вот это вот самое... То есть, никакой единой политики военно-промышленного комплекса у нас, получается, нет. Вы понимаете, министерство обороны четко поняло ситуацию и изменения геополитической ситуации в мире. И мы организовали и создали в структуре министерства обороны департамент военно-технических политиков. То есть, этот департамент должен быть вырабатывать предложения и выставлять для принятия решения нашим верховным главнокомандующим единую военно-техническую политику нашей страны. Этой политики сейчас нет. Ясно. Вот тут что обидно. Если эта политика будет существовать, тогда оборонно-промышленный комплекс будет развиваться. Наш северный сосед отказался в поставке бронированной бронетехники, так как выполнял полностью свою программу перевооружения. 2011-2012 год, соответственно, мы начали искать технологию для именно производства современной, отвечающей последним требованиям бронетехники. Проводили переговоры с французами. Есть такая компания Next Air. Она производит, вы знаете, танк Leclerc, бронетранспортеры VBCI. Проводили переговоры с Оттокаром, о котором мы в дальнейшем, я думаю, мы обсудим. Порядка двух лет мы потратили на переговоры. Проводили переговоры с Клаус Мафай. Проводили переговоры с Финской Патрией. И везде в основном однозначно требовалось от 36 миллионов до 80 миллионов евро за пакет технической и технологической документации. То есть нам говорили следующим образом. Мы потратили 100 лет на разработку данных видов техники. И мы не можем вам бесплатно передать, отдать. Или вы разрабатываете с нуля самостоятельно, а здесь необходимо иметь определенные компетенции, чтобы делать эту качественную технику, чтобы эта техника защищала завтра, а не калечивая. Мы привлекли партнера, который смог инвестировать денежные средства в наше предприятие и также передать техническую и технологическую документацию полностью нам на завод. На основании этой технической и технологической документации мы создали конструкторское бюро, которое на сегодняшний день самостоятельно может полностью разрабатывать с нуля минозащищенные пулестойкие машины, а также модернизировать любой другой вид техники. Что хотел бы отметить. На сегодняшний день заводу уже 7 лет, и из года в год повторяется одна и та же проблема. Из года в год у нас нет четкого, ясного плана приобретения. Министерство обороны опирается не на план приобретения, а опирается на концепцию. А концепция позволяет изменять каждому новому руководителю эти самые планы. То есть, если, допустим, Сакен Адельханович в свое время, бывший министр обороны, видел армию в одном свете, соответственно, мы развивали, насколько я помню, батальон тактические группы, то с приходом других министров планы менялись. Например, главный боязыч обратил внимание, то, что господин генерал говорил, на войсковое ПВО. Началась закупка именно систем противовоздушной обороны, таких как Тор-М2, БУК. И, соответственно, все небольшие деньги, которые выделяются именно на закупки, это буквально мизерная сумма в условиях нашей армии, они уходили именно на закупки противовоздушной обороны. Помимо этого, каждый министр, приходя в министерство обороны, переписывает штаты, каждый вносит что-то свое, то есть единого плана, какой мы армию хотим ввелить. К сожалению, может быть, она секретна, может быть, я ее не вижу, но я вижу, что за последние 7 лет этот план видоизменялся неоднократно. К чему это приводит? К тому, что мы не можем планировать, какой армия будет через 10 лет. Мы не можем представить ее даже. Почему? Потому что нет плана как такового перевооружения. То есть сегодня у нас заказывают один вид техники, на следующий год мы не получаем заказа вообще. То есть каждый раз, если вы обратите внимание на наши графики поставки, при смене министра обороны у нас резко падает заказ. То есть если предыдущий министр обороны ставил планы на закупку, допустим, 30 единиц в год, то последующий отменял их. И, соответственно, мы, например, в прошлом году произвели всего 10 единиц. То есть для нашего завода он не окупает расходы при нашей производственной мощности в 120 машин. Но при этом я бы хотел отметить, несмотря на то, что низкие цены у нас, несмотря на то, что мы имеем все компетенции, несмотря на то, что на нашем заводе не работает ни одного иностранца, это наша молодежь, которая в свое время по различным программам по булашаку закончила ведущие вузы. Это молодежь, которая имеет компетенции для создания таких машин. Она обучена, она подготовлена, она остается фактически без работы. Почему? Потому что, как вы видите, опять идет переориентация на закупку именно иностранной техники. Хотя нам совершенно не ясно, почему, создав завод, инвестировав денежные средства, имея компетенции, работают все граждане Казахстана. Мы должны закупать идентичную технику за рубежом и дороже в два раза. Здесь у нас полное непонимание появляется и, честно говоря, можно сказать, обидно. Это не то слово. На самом деле, вы сейчас, Юрий Кирилл, сказали по поводу того, что у нас нет фактически какой-то четко разработанной стратегии и плана закупок четкого определенного. Есть определенные концепции. которые можно крутить, вертеть, как хочешь. Но у меня возникает, я считаю, законный вопрос. Хорошо, есть Министерство обороны. Окей. Но помимо Министерства обороны, есть еще Верховный Главнокомандующий, который отвечает за обороноспособность Казахстана, нашего государства. Не министр обороны, тот занимается политикой. А вот именно прямую ответственность головой отвечает Верховный Главнокомандующий, который принимает последние решения в рамках, предположим, каких-то потенциальных боевых действий и каких-то еще чрезвычайных ситуаций. Вот как вы считаете, уважаемые коллеги, почему у нас вот этот Институт Верховного Главнокомандования здесь, скажем так, стоить немножко в стороне и допускает вот такую непонятную ситуацию. Давайте я попытаюсь к вам... Я вот неоднократно выступаю, стараюсь, чтобы аудитория, простая аудитория, на пальцах понимала разговоры не в высоких материях и прочее, а вот на тот вопрос, который поставили, почему? Вы абсолютно правильно сказали. Министр обороны – это политическая единица. И то, что вот чехарда идет непосредственно с данным предприятием, с данным заводом, ну, по всей видимости, это какие-то политические игры, соответственно. Это прямой ответ напрашивается. Теперь в отношении ответственности Верховного Главнокомандующего. Да, он за всю страну нечет ответственность. А вооруженные силы, они непосредственно в составе государства. Единственное, что к нам, к военным, вот эти вот, как его называется, узкобрючники и голубые воротнички, они ни хрена не прислушиваются. Белые воротнички. Белые воротнички. Вот эти вот сидят. Ну, на совет безопасности вояк вытащите и скажите, Айнолайндер, дайте нам конкретно вот так, вот так, вот так вот, когда деньги были. А сейчас мы скажем, товарищи, вон там вот идет война, вы теперь нам положите, во-первых, увеличение численности, как минимум в четыре раза то, что есть. Понимаете, да? Вооруженных сил. Соответственно, делаем доктрину, опираясь, не будем выдумывать, возьмем другого соседа, да, нашего, восточного. Там есть доктрина, очень себя оправдывая, народной войны, когда они в плотном окружении. Здесь коммунисты с севера их не понимают, тут империалисты, так и так. У них доктрина народной войны, все, поэтому у них там куча округов, причем оснащенных округов, боеспособных, кроме кадровых войск, соответственно, переработку. И у нас процесс пойдет, то есть техника, которая на сегодня есть, от Советского Война, она уйдет в территориальные округа, так называемые территориальные обороны, которые будут более большими полномочиями, но не входя в кадровый состав вооруженных сил. А вооруженные силы будут оснащаться, как я говорил, с увеличенной силой на новую технику, новые образцы вооружения и техники. И чтобы это заработало, нужен не трехлетний госзаказ, нужна минимум программы на пятилетку. И чтобы наша либересня, язык в одно место засунули и выполнили. Есть, да, сколько надо там триллионов, столько-то, столько-то, столько-то. Вот столько надо. Вот про этот вот Борис я еще в 16-м году говорил. Хорошая машина, да, сыровата, но давайте ее обкатаем и быстро в войска, чтобы, как говорится, потом есть такое понятие модернизация. То есть прошло 2-3 года, модернизировали, еще что-то, еще что-то поставили. Но Борис и прочее надо рассматривать как платформу, а там дальше как лего-конструктор наращивать. А там кто-то сказал, ой, бай, у меня там колесо не нравится, эта ручка не так. Это да, ну я понимаю, среднестатистический казах – это метр семьдесят в прыжке. Ему, допустим, на этот трап тяжело. Подождите, я нормально говорю. Между прочим, я повторяю слова Халыка Хармана Ертаева. Он сказал, что я не типичный казах, а типичный казах – это он, потому что по росту. Поэтому, извините, я ничего не выдумал. И здесь следующий момент, да, ну трап сделаем, чтобы запрыгивать могли там. Спрыгивать-то каждый может. И поэтому нужна как минимум программа. И у нас не будет тогда, вот, министр поменялся, бак, все, мы туда и уходим, к Атакару. Или еще кому-нибудь. Есть завод, вот давайте его загружать, и пускай он работает. И все, и никаких гвоздей. Вот здесь следующий такой тоже вопрос возникает, уже в привязке к тому, что вы сказали по данному заводу. Мы имеем действительно бронированную колесную технику, которую выпускает данный завод. Казахстан Парамоут Инженерик. Он соответствует международным всем мировым стандартам. Это факт. Я думаю, это сложно. Да, там какие-то нюансы может есть, где-то трап, где-то ручка, где-то что-то еще. Но в целом эта машина способна эффективно выполнять боевую задачу. Тем более для наших территорий 7 тысяч километров одна граница, 3 тысячи вторая граница. Нам как раз нужна мобильная техника. И она соответствует. Она сделана здесь, налоги выплачиваются. Так почему, почему наше любимое Министерство обороны не, скажем так, мягко говоря, не спешит закупать эту технику, отечественного товаропроизводителя, да, который может обеспечить там и капитальный ремонт, и отслуживание, и все прочее, а почему-то бежит на всех парах за теплые моря и пытается там встать в очередь и покупать Кобру-2. Вот вопрос возникает. Давайте так. Маленький пример. Когда, скажем так, у руля Министерства обороны стояли такие, ну, определенные весовые товарищи, господа, не имеющие погон, они могли напрямую, минуя вот этих вот, как я говорил до этого, СБ и прочее, прочее, прийти к Верховному, сказать вот это, вот это, вот это. Вот, вот, Министерство обороны возговоряем сугубо военными людьми, вот, мы говорим, есть и выполняем. А вот это вот то, что вы говорите, бежит где-то куда-то, куда-то, это приходит оттуда, сверху, вот. И как человек сугубо военный, вот, министр обороны... Обязан выполнить приказ. Выполняет, знаете как, даже не обязан, это учитывает психологию старшего начальника. Вот, вот, был такой в советское время термин, учитывает психологию старшего начальника. И вот то, что, вот, ну, там, я считаю, там, нападки на него где-то, что вот он виноват, там, вот, турецкий, прочее, прочее. Ну, знаете, на стол бумага ляжет, ему скажем, да? Да, это есть, а нет, так он... У меня тогда к вам такой вопрос. Не, подождите, я... Зачем дискредитируют министерство обороны технику, которую приняло на оружие? Да, кстати, мы... Здесь, здесь, понимаете, какой вопрос, да? Вопрос в датчиках, вот. Вот, мы сделали партию, да? По 10, по 15, 20 машин. Я помню, вот, этот Орлан, ну, завезли там, ой, бай, их привезли в это здание, в министерство обороны, главное это здание, вот, поставили там, в этот, как бы, за заграждение, в закутке, и все вышли там и смотрят, и прочее, прочее. Я пришел, вот, говорю, а, господин министр, а откуда он? Это, говорит, Paramount Pictures, ой, извиняюсь, Paramount Engineering, там, то-то, 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 вот. Я такой, так, откуда с ЮАР? Я думаю, а это, может быть, куда-нибудь подальше можно было, прочее. А потом, пообщавшись, уже, как говорится, более, ведь первое мнение, откуда с ЮАР? Ёлки-палки, блин, а что, у нас ближе, что ли, у нас тут? А потом, когда все вот это, вот, технологические вопросы, блин, по линии, там, продажа, модажа, цена и прочее, ага, понятно. Ну, теперь давайте понимать. Так, это, 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 да, защита такая, такая-то, высокий. Да, Аллах с ним, что он высокий, там даже будет низкий, там, сейчас сверху с дрона завалят тебя и пойдут. Главное, мобильность какая, вместимость и обеспеченность, не, эргономичность и защищенность. Вот, абсолютно. И, еще раз говорю, рассматривать, как платформу, боевые модули на него какие угодно сделать. Потом, она шла, как боевая колесная машина. И вот, начинает ее там принимать, блин, и зимой, и летом, то-то, то-то, где, что. Ну, а я спрашиваю, там, и эти, извиняюсь за выражение, да. У нас, что, что, а казахстанские вооруженные силы славятся механиками-водителями. Вот, ну, мы, потому что намады, наездники, нам, дай что, мы на любом поедем, да. Вот, вон, россияне до сих пор шарахаются от нас, от танковых биатлонов первых, мы там, с трассы сгоняли всех, кто нам мешал, но не все, и нормально было. Ну, теперь, а почему так долго принимаете? Все, если политическое решение есть, завод, ну, давайте все, приняли и поехали дальше выпускать. Нет, вот так, то-то, то-то, то-то. А потом, когда уже там где-то сказали, я же говорю, мы люди военные, там, сказал, есть один большой начальник, и все так быстро-быстро-быстро, и акты подписали, и Орлан нормально все. Потом все ушли, и сейчас начинается, а вот мы хотим вот это, а вот он нас не устраивает, вот, вот, ребята, подождите, он заточен, как боевая колесная машина. Он для мотострелковых, скажем так, подразделений, мягко говоря, в энной части там используется, там, штабная машина, там, медицинская, там, связная. Ну, это для специалистов машина, в первую очередь, для тех, кто ведет там определенные действия. А вот, что касается Бориса, и вот за ним стоит еще транспортер, 6х6 база, вот это то, что надо войскам. Знаете, я не говорю полк-палец-потолок, я два года в Афганистане на бронетранспортерах прослужил, вот, начинал с БТР-70, вот, и закончил на БТР-80, и один из первых в дивизии получил 80-ки. Я вам скажу, мне пришла партия, 4 БТРа, первые, АДИ, потом приходит другая партия, 4 БТРа, смотрю, там изменения, двигатель другой стоит, более усиленный. Приходит крайняя партия, еще 4 БТРа, там вообще другой движок стоит, не КамАЗовский, думаю, ничего себе, ну, то есть, завод работает, завод, тем не менее, работает. Наверное, дайте нам тактико-техническое задание, мы его выполним. Если вам нужна машина ниже, мы сделаем ниже. Если вам нужна машина более вместительная, грузоподъемная, мы сделаем. То есть, у нас при наличии конструкторского бюро, мы имеем возможность разработать ту машину, которая реально необходима нашим бюджетам. Согласен. Да, я слышал об этом здесь, еще до этого, у этого, как его, Байжанов Лайф или как это? Арманджан. Арманджан, да, Байжанов Лайф. Вот, говорил там то-то, то-то, то-то. Я тут же набрал ему сказать, а что это озвучивать? Это вопрос к антикору, в первую очередь. Пускай антикор занимается. Почему, блин? Во-первых, правительство же, да, несет везде ответственность. Конечно. Есть институт финансов, которые оплачивают все эти. Ребята, вы куда? Это туда, а не сюда. Денежки-то наши, народные. Здесь есть определенный процент, да, откровенно руководство говорит, да, вот здесь мы выплачиваем, это вот иностранное. Но вот основная часть нашей казахстанской, все, и деньги, а всегда здесь. Поэтому тот вопрос, который вы сказали, это надо напрямую в антикоры отправлять, и пусть разбираются. Тут самый важный вопрос, наверное, также, касаемый, почему это происходит, потому что это позволяет дыры в законодательстве. На сегодняшний день закон о гособоронзаказе, закон об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе, находится, он проработал всего два года, и его отправили сейчас на изменения. А рабочая группа, которая работает над этим законом, уже долгое время сталкивается с непониманием со стороны депутатов, которые слушают только госорганы. И они не понимают, зачем делать контракты, договоры более чем на год. Они не знают, не понимают, почему каждый год лихорадит всю отрасль, а нужно это, оказывается, менять. Они не понимают, когда мы говорим, что нужно в первую очередь, это должно быть правило, должен быть закон, покупать только казахстанское. Мы уже наелись в пандемию, когда случилась пандемия. Выяснилось, что Казахстан даже маски не шьет. Мы думали, что маски мы купим всегда у китайцев. Не продавали. Сегодня Украина, которой вроде бы вся Европа помогает, не может допроситься определенные виды оружия. Никто им не дает. У нас этого нет. Мы должны делать свое. И на сегодняшний день, и еще важный момент, военные, они не привыкли работать с отечественными. Они все время покупали иностранные. Поэтому отношения. У нас на сегодняшний день иностранный поставщик по нашему законодательству имеет более выгодные условия, нежели отечественные производители. Если отечественные производители подчиняются правилам ценообразования, то они должны доказать каждый тин в своей цене для того, чтобы они купили продукцию. Иностранный поставщик приходит, показывает цену и продукцию. Все. Никаким правилам они не подчиняются. Это дискриминация отечественного производителя. И это происходит повсеместно. В данной ситуации не только с этим заводом. У нас был случай, когда корабль, который могли построить у нас, ушел в Россию. Постоянно. У нас сегодня солдаты ходят в тканях иностранного производства. Хотя у нас есть своя легкая промышленность. Скажи, а байская швили? Да. Не, не, не. Давайте так. Легкая. Ткань. Кто у нас ткань производит? Наша сила производит. У нее даже хлопок есть свой. Да, от начала глубокая переработка уже. Да, положено. Есть уже. Но этого не получается. Законодательно, законодательно, я говорю, необходимо решать эти вопросы. Более того, во всем мире военные сами себе доктрину не пишут. Только у нас военные себе подпишут доктрину. Это была задача совбеза. То есть это целая экспертная группа должна работать. Военные эксперты, в исключении военных экспертов. Таких, как господин генерал. Из-за нее должен, как правильно сказать, господин генерал, именно из-за этого потом должен получаться долгосрочный план перевооружения и так далее. Почему он нужен? Потому что предприятия не знают, в какую сторону развиваться. Не знают, какие научные разработки делать. Что понадобится военным. Как они собираются воевать завтра. Это неизвестно. Может быть, это и засекречено. Но сегодняшний день заводам это неизвестно. Вот очень важный аспект это законодательство и НПА. Нормативно-правовый акт. Это то, что необходимо сделать со стороны государства. То есть государству необходимо изменить законодательство в части государства оборонного заказа. И, как вы сказали, в части НПА. Вот этот момент. А такой вопрос. Есть ли сегодня возможность... Хорошо, это ставим на совести государству. Государство будет принимать какие-то решения или не принимать. Это уже, как говорится, силы нашего воздействия общества на это самое государство. У меня следующий вопрос возникает в ходе нашего разговора. А есть ли сегодня возможности у казахстанского бизнеса, у казахстанского бизнеса, ну, предположим, у крупного того же бизнеса, войти на рынок военно-промышленного комплекса не как перекупщики, не как какие-то брокеры, посредники, а как производители по опыту Казахстан Парамаунт Инжиниринг. Вот, Ирики, хотел бы вашу эксперту на сцене услышать. Вы как считаете, как со стороны производителя? Я вам скажу, есть ли... Первый опыт, это наш Парамаунт Инжиниринг, который осуществил полный трансфер технологий. Все чертежи на нашей машине, они находятся на наших серверах. Мы используем мощное программное обеспечение Siemens, которое нам позволяет проектировать машину очень быстро, за счет того, что любое изменение, сделанное одним из конструкторов, видят все остальные. И, соответственно, сразу же попадает оно на проверку. В среду, которая может моделировать и подрыв, моделировать и попадание пули. Эта среда, как правило, от реальных условий отличается буквально 2-3%. Что я хотел сказать? О том, что мы имеем возможность на сегодняшний день привлекать эти технологии, разрабатывать эти технологии. У нас очень перспективная, грамотная молодежь на сегодняшний день, у которой глаза горят. Вот у нас средний возраст на нашем предприятии 27 лет. Это ребята, которые создают, которые видят, как идет прикладное применение тех или иных решений. То есть, нарисовав от рисунка, заканчивая изготовлением этой детали, заканчивая испытанием этой детали, то есть, мы испытываем в климатических системах электронику, мы испытываем, значит, на вибростолах, мы испытываем в щелочной среде. То есть, весь испытательный круг мы проводим здесь. Здесь? Да, мы проектируем собственную электронику, мы делаем полностью всю свою электрику на нашей машине. Мы полностью спроектировали и делаем сейчас все пневматические системы совместно с нашими предприятиями, такими как ТНС, которые изготавливают нам аккумуляторы воздуха. Это ваши субподрядчики? Да, это наши субподрядчики. То есть, субподрядчиков у нас порядка двух с половиной тысяч человек. Это вот те заводы... Двух с половиной тысяч человек. Сколько там человек работает примерно? Две с половиной тысяч человек. Помимо этого, на Востоке есть заводы, которые сейчас локализуют нам радиаторы. Мы делаем полностью все свои бачки, шланги, резино-технические изделия. То есть, это мультипликативный эффект уже на нем? На сегодняшний день, представьте, что 72% денег, затраченных государством на производство наших машин, оно остается государством и работает дальше. На стране. На эти деньги наши налоги идут на зарплату военную, на зарплату и так далее. Это вот круговорот тех денег, это и есть наша экономика. Из таких предприятий, извиняюсь, будет ни один, ни два, а хотя бы 20, вот таких как Парамаунт, как Казахстан Парамаунт инженерник, то это же может быть и толчок для развития экономики, по большому счету, да? Я бы хотел сказать, да. Хорошо, не 20, а 10. Нет, у нас где-то больше даже 20, да? Нет, я имею в виду новых предприятий. Вот таких, которые, да, с технологиями, с таким уровнем локализации, 72%, грубо говоря. Хотел бы отметить один момент. 20 лет назад мы в Турцию ездили покупать дубленки, покупать шторы, покупать текстиль. Пардон, белье нижнее, да? Да, а на сегодняшний день Турция является через 20 лет ведущей оборонной промышленностью в Европе. Не только Германии или стран НАТО. На сегодняшний день они уже производят собственный вертолет, ракеты. Производят корабли, в том числе десантные. Я и хотел задать вопрос нашим военным. Зачем нужно тащить такую же технику, которая уже производится в Казахстане? Почему нельзя привести технологии ПТРК, ПЗРК? Вот я сейчас веду переговоры с компанией «Рокетсан», но, к сожалению, не нахожу поддержки именно от нашего министерства обороны в этой части. Почему? Потому что это те самые надстройки, которые на сегодняшний день востребованы. По оборонным предприятиям посмотреть. Я был на Западе, в Уральске. Там прекрасно есть компания, которая производит определенные виды вооружения. Но именно конструктора, научно-технический персонал настолько подготовлены еще с тех советских времен. У них есть определенный большой заделок. Они спокойно могут делать авиационные... Изготавливать и ремонтировать авиационные двигатели на истребители. Даже так? Да, даже так. Для меня это новость. Я вот видел его и щупал. Понимаете? Но, опять же, в силу определенных политических причин, мы их закупаем у нашего северного соседа. Да и вообще, я вам честно скажу, находясь на территории вот этого, вы правильно сказали, уникального предприятия, оно единственное, которое на сегодняшний день в Казахстане, которое разрабатывает свою колесную боевую технику. И таких вот предприятий, оно пока что у нас одно, современного типа. Но я посмотрел, там же главное, что технологическая линия, чтобы была современная, там тоже современные европейские технологические линии стоят на ЗКМК, на заводе гидроприбор тоже. Ну это здорово, мы как раз об этом и говорим. Здесь у нас такое предприятие, Алматинский завод тяжелого машиностроения, он впереди планеты всей по определенной морской продукции, по экспортному. Понимаете, просто там менеджеры не очень-то так, поэтому определенные трудности. А взять север Казахстана, Петропавловск, ЗИК, потом АЗТМ. Если бы не вот это... По ЗТМ, да. По ЗТМ, да. Спасибо. Если бы, ведь когда еще генерал-атюнат Мирманов поставил вопрос по артиллерии, артиллерийским системам и ракетным системам. Айбат, Семсер, Найза. Если бы наши недальновидные товарищи, ну да, нашли там где-то коррупционную составляющую, вы там с этим определитесь. Ну, пускай дело двигается дальше. Идея хорошего. Идея такая, что и сейчас ее используют. А сколько времени нас отбросили назад? Она прекрасно себя в Карабахе зарекомендовала. Прекрасно себя вон. Это Хаймерс, который есть, да, у нас в Казахстане он в 11-м году уже был бы Хаймерс свой. Ну, дальше разговаривать, я не знаю, там просто не хочется всех там огульно обвинять. Понятно, да, да, да. У меня просто-напросто иногда слов не хватает. И так, это вот я только по крупным вешкам прошелся, да. Ну, это, в самом деле, тема большого разговора. В принципе, у нас потенциал очень большой есть, но надо его развивать, надо в него вкладываться. По крайней мере, вот я говорю, вижу будущее за заводом. И то, что где-то что-то там происходит, я думаю, это временные трудности. В конечном итоге Верховный Голокомандующий разберется, я говорю, опять же, с этими белыми воротничками и этими подскачниками. Придет и примет правильное решение. Ну, так же нельзя по чайной ложечке, чтобы завод вставал, здесь же люди, это раз. Заводу надо развиваться два. Хай-тековские технологии свои развивать и внедрять это три. И чтобы не экземплярами стояли. 150-120 машин, плюс экспортный потенциал. Да, выходи, выходи. Да, конечно, удовольствие им возьмут. Конечно. И следующий момент. Ну, ракетцам, да, может быть, где-то что-то там. Не без вариантов. Ну, я считаю, что если уж брать, то брать лучше. А лучше пока что, кроме Израиля, да, предложить не могут. Если я говорю, Россия это авиация ПВО, то что касается ракетных технологий и вот этих вот Байрактара-Майрактара, у них все начало в Израиле. Но это все равно, и их можно делать, я это понял из-за того, что сейчас сказал Ербол Салимович, все это можно делать, да, все это, но кроме доброй воли, я считаю, да, кроме доброй воли нашей, необходима политическая воля Верховного Главнокомандования. Без этого мы никуда не сможем двинуться. Товарищ полковник Макия, пожалуйста, вы не могли бы добавить по поводу вот сюда. Мы пришли к выводу тому, что в нашем государстве должна быть единая военно-техническая политика. Единая военно-техническая политика. Единая военно-техническая политика. Она, в принципе, круче, он большой аспект. А кто ее должен разработать, извините? Как вы думаете, кто должен отвечать за разработку этой политической политики? Это специалисты с каждой области. Министерство обороны, комитет национальной безопасности, пограничные войска, то есть все силовые структуры, да. И у нас был такой департамент. В свое время, груще, идея была, когда сделали председателя комитета начальника штабов. Почему такая идея и такую должны сделали министры обороны? Он был первым заместителем министра обороны. То есть он председатель начальника штабов. То есть туда должны были входить все начальники штабов, всех других войск и войск информирований. Чтобы была единая военно-техническая политика по оснащению вооружения военной техники, по ее эксплуатации, по ее ремонту, модернизации и так далее. Вы понимаете, да? Да. Потому что эта техника просто так работать не может. У него дальше стоят другие тележки. Это называется технически обеспеченная техника. Вы понимаете, да? Да, да. И когда мы, Вадим, такая идея, что эта техника они выпускают, значит, они могут ее сопровождать весь ее жизненный цикл. Они могут. И сервис сам это делает. Вы представляете, да? Это, короче, главный вопрос. Второй вопрос. Здесь товарищи сказали насчет законодательства. Я согласен. Отчасти только. Отчасти согласен. Принципиально у нас госфобронный заказ, он хороший закон. Просто некоторые ее не так понимают, не так его, короче, крутят вверх. Принципиально. Мы, я когда доказывал и докладывал премьер-министру Совету оборонно-промышленной комиссии при правительстве, я был секретарем в свое время, тогда мы поставили вопрос один первый. Это наше предприятие. Это наши граждане там работают. Это продукция для нас. Ну, почему бы ему не сделать предоплату 95%? Деньги остаются в стране. Вы понимаете, да? Да, он какие-то комплектующие будет покупать, пока будет наращивать свой уровень локализации. Мы согласны, да? Теперь другой аспект. Это транспорт технологии. Вот. Удачная реализация этого плана. Это в будущем все не видим, да? Да, да. Такой же транспорт технологии сделал Талдук-Горганский аккумуляторный завод. Принципиально так. Такую же технологию начали делать и бронетан в заводе в Семен-Паратинске, но не до конца. И ЗКМК, и господин, как его, завод «Зенит», да? Да. Принципиально, да? Теперь, короче, упирается в другой вопрос. Вот вопрос я хочу задать такой вот аудиторией, да? Вот за эти 30 с лишним лет нашей независимости, хоть какая-нибудь страна, которая у нас, трагический партнер, нам просто так на блюдочке дал нам эту технологию? Никто не дал. Вот пример, короче, который он... Они притащили... Да, они издалека притащили Сью-Арм. Вы понимаете, да? Купили, да. Потому что Россия не дает. Вы понимаете, да? Вот, вы думаете, Китай даст? Я в Китае два года был. Я все объекты, грубо говоря, их объездил, объехал, посмотрел. Да, у них такое законодательство, по которому транспортно-технологу очень трудно будет тащить. Это один главный. Здесь мы радоваться должны. Да, конечно. И сегодня, когда говорят, короче, что эту технику берут и сравнивают с другой техникой, типа Кобры, когда классы не совпадают, это другой уровень. Буха, самое странное, что сейчас есть указание руководства Министерства обороны о том, чтобы сравнить Орлан и БТР-82. На сегодняшний день, это вот в сороковой, сейчас будет проходить данное действие. Вы понимаете, ну, как это... Элементы, ведь Министерство обороны и в других структурах, которые отвечают за военно-техническую политику, не идиоты сидят. То есть у меня сразу возникает такое... Что вы говорите? То есть не идиоты сидят. Где? То есть люди вот в этих структурах, да, которые обеспечивают... Сегодня? Сегодня не знаю. Да, сегодня, но тем не менее. Вчера умораживали-то и сидели. Да, они все понимают прекрасно, ведь не хуже нас они понимают преимущество той или иной техники, произведенной, ценовую политику. Но у меня возникает ощущение, не покидает, с самого начала нашего, когда мы эту тему подняли по Орлану и так далее, ощущение, вот, все-таки, какой-то, знаете, заинтересованности, да, наших некоторых чиновников, заинтересованности. Отсутствие воли – это одно, а вот все-таки есть какая-то заинтересованность, мне кажется, потому что, ну, так, я слышал, что бары с 8 на 8 уже 5 лет испытывают. 5 лет – это с ума можно сойти, за 5 лет можно уже, тот же Hyundai, я извиняюсь, да, за 5 лет 5 или 6 марок вводят своих этих легковых автомобилей. Хотя их тоже надо испытывать, да, там, безопасность человека и прочее, прочее, но это же невозможно, слушайте. Мы так доведем нашу ситуацию в стране с военно-промышленным комплексом, уйдут инвесторы, они помучатся еще год-два и скажут, ребят, спасибо, до свидания. И на этом все закончится, вся наша... Если гражданскую продукцию или этот завод можно пригласить в инвестор, он придет, а в области военной техники... Военной техники мы потеряем. Разы труднее, вы поймете. 6 лет существует предприятие, да, 6 лет. Я вам хочу сказать, в таком момент, да, вы говорите там, а кто анализировал, кто анализировал вручек, как сейчас сегодня работают те первая партия турецких машин, которые мы купили в 12-м и 12-м году. В каком она состоянии? Что она, сколько она проехала? Сколько она стреляла? Вы понимаете, да? Да, да, да. Сколько там ремонтов проделали? Ну, я вам скажу, там, если это все сравнить, анализ все выложить, то наша общественность будет шокировать. Я представляю. Просто, вот, представляете, да? То есть здесь завод выпускает, к которому можно дозвониться, прийти, пригласить, короче, они приедут. И мы несем ответственность. То ли пригласить этих же, короче, иностранцев, которые за границей находятся. Надо бюджет закладывать деньги. И они каждый год, короче, наращивают, короче, стоимость этого ремонта ихнего. Я вам скажу, короче, 70% техники не работают, просто стоит. Вот это самое страшное. И они не раскрывают оригинальные чертежные номера, чтобы полностью была зависимость именно непосредственного производителя. Ну, кто вам, ну, кто вам, ну, кто вам даст, короче, да, из программного обеспечения все ваши коды и ключи, кто вам даст? Если парамонт-инженер сегодня, короче, это все проанализировал, да, и они вышли на тот уровень, что сами начали делать программное обеспечение, значит, все у нас на руках, все у нас козыли. А вы видели, да, что Байрактар заявил о том, что они закладывают ключи в каждый элемент. Это вот непосредственно сам Сильджук Байрактар объявил о том, что если эти дроны будут использоваться против купцы, они имеют возможность, техническую возможность отключить и направить... Это называется элементом внедрения. Да, вот даже так. Это, в принципе, каждая страна так делает так. А вы думаете, что Россия так не делает? Конечно, свой чужой у него обязательно. Да, свой чужой, да. Нет, свой чужой это понятно, но я говорю, наш северный брат, он такой своеобразный брат, поэтому, когда вот деньги есть и говоришь, вот мы сейчас, дайте нам сегодня надо, подождите, 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 и все, все. А если мы у той же Украины начинаем брать, вот, как так, вы у Украины берете, там, туда-сюда, пятое-десятое, вот. А если мы что-то сами хотим сделать, да, а тем более на экспорт что-то отправить, тут же там звонки идут и прочие вопросы. Уникально было бы в стране, чтобы была рабочая такая вот четкая военно-техническая политика, который бы сказал бы так. За основу берем, за колесную технику, вот эту технику, которую выпускается у нас в Казахстане, и полностью все структуры материально-технической обеспечения этой техники, и все это будет зависеть. Да, они будут модернизировать, они будут его сопровождать, они будут его стандартизацией, унификацией, никаких проблем, да. Но у нас сегодня разная техника, у внутренних войска одна, у... Ну, так называемый зоопарк, да. Да, зоопарк. Вы понимаете, да, вот это все совместит. А если это еще по калибрам оружия беру, если не совпадает... Вот вы сейчас сказали, Макия, я извиняюсь. Вы понимаете, да? Да, да, я понимаю. Я почему заговорил? Я вам дальше говорю. На этой технике разные радиостанции стоят. Даже так? Я вам докладываю. Вы представляете, да? И как они друг другу будут сопрягаться и разговаривать? Вот где-то по сотовому. Да. Вот где и зарет угроза. Через ватсап. Через национальной безопасности. Принципиально так. И вот я почему еще продолжу вашу мысль, Макия, почему я сказал о возможной заинтересованности. Мне тоже стало известно в процессе подготовки нашей встречи, что та структура, которая собирается поставлять сюда Кобру-2, они некое, фактически СТО, да? Такое вот обычное СТО взяли и его сделали, представили. То есть не сделали, а представили в своих документах, как некий сервисный центр, который будет заниматься обслуживанием крупной боевой техники. Они вошли именно в реестр поставщиков, производителей. Даже так. Вот это СТО будет как произведение. То есть это та лазейка, о котором говорил Дэон Азике, та лазейка в законе, благодаря которой любая фирма при наличии лобби, хорошего лобби, может заявить себя как производителем. Производителем и представить на равных с нами коммерческое предложение, которое в два раза дороже нашей машины. Кошмар. И при этом еще и пойти на закупку. Ну это кошмар. Я считаю, что это в принципе, вот если между нами говорить, я не знаю, как это, в рамках записи, но по большому счету, вот я как человек, который окончил военно-политическое училище, это военное преступление. Воинское, извиняюсь, преступление. Да. Это воинское преступление. Вот такие пропускать документы, я не знаю, как, у них это просто какие-то, знаете, какие-то мужественные люди, я извиняюсь, наоборот, да, которые могут вот так вот представить, но ты не думаешь, неужели о своей родине? А завтра что будет? Ты хорошо, ты обеспечишь поставку там, вот этой техники, ты засунешь себе в карман некий какой-то мешок, может быть, с золотом, но а в будущем что? Ты оставишь без заказа своего отечественного производителя, да, то, что у тебя останется, твоим братьям, сестрам будет зарплату платить, налоги, бюджет и дальнейшее развитие. Вот этот вопрос, неужели он вот так вот... Знаете, вот я, как господин Генерал говорил, хотел бы сказать о том, что вот есть у нас соседи с разных сторон, есть так называемые агенты влияния, которые призваны, значит, оказывать определенные действия на людей, которые имеют возможность принимать решения, именно влиять с точки зрения того, чтобы мы не получали определенного развития в определенных отраслях. Для чего? Например, почему банки второго уровня не финансируют оборонную промышленность? Потому что при заеме за рубежом на мировых рынках фондирования, им необходимо доказать этим фондам о том, что они не финансируют производство вооружения. Для чего это делается? Для того, чтобы страна не могла быть самостоятельной в этой области. Вы понимаете, да? Независимость, скажем. Когда главнокомандующий посещал наш завод 10 марта, мы выдвинули идею о создании фонда, значит, который мог бы финансировать новые производства в Казахстане. Но, к сожалению, на сегодняшний день, как вот господин Генерал говорит, Беловар-Ченовичков и наши бюрократы, они привели эту идею к абсурду, оставив там только ОКР и НИР. Хотя ОКР и НИР давно финансируются в Министерстве новых, но не финансируется строительство новых производств, не финансируется закупка новых технологий, которые необходимо локализовывать в Казахстане. И вот этот фонд необходимо привести к такому соответствию, чтобы он мог финансировать новые производства. Вы знаете, да? Да, великолепная идея. Да, вы знаете, что в Турции такая практика есть. Значит, у них есть такой фонд, которым руководят военные. В каждом заводе, даже частном пусть, они имеют 1% решающих акций. Для чего это сделать? Чтобы они имели доступ ко всей технической и технологической документации этих заводов, так как они являются учредителем на 1%. Да. То есть это такой условный процент, который позволяет им размещать заказы, видеть, как они исполняются. Контролируют. 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 И за счет вот этого агентства, которое, значит, в состав правительства, идет финансирование. Вот, например, они создали танк Алтай. Туда практически Оттокару выделили почти миллиард долларов. Разработали этот танк. Но в какой-то момент у них прошла проблема с двигателем. Сейчас они вынуждены, так как им Европейский Союз отказал в поставке данных двигателей, хотя они являются членом НАТО, приходится разрабатывать двигатели самостоятельно. Но у них есть для этого желание и возможность. Деньги. Американцы отказали им по программе F-35. Сейчас они разрабатывают свой. Это истребители пятого поколения, да? Да, да. Но они уже уходят дальше, они в шестое поколение ушли. Вы видели, да, беспилотник, ведомый, так называемый, Сиджука Байдактара, это уже самолет шестого поколения, он беспилотный. То есть он ударный, он имеет высокие маневренные характеристики, и мы должны по этому же пути идти. Да, многие говорят, что у нас маленькая армия, многие говорят, что у нас, как сказать, не тот уровень, что у нас небольшая армия, нам не нужно собственную оборонную промышленность создавать. Но это абсурд. Вы возьмите Финляндию, в которой 4 миллиона населения, у них полностью свой оборонно-промышленный комплекс. Вот так. Возьмите Швецию. Швецию полностью развитая. И в авиации, вы знаете, да? У них есть свой истребитель. Гриппин. У них полностью есть оборонитехника. Да, бронитехника. Может быть, танки они уничтожены. И МИАСАП, конечно. Да, ну вот я имею в виду. Танки тоже у них свои есть. А то, что говорят, что казахстанцы не могут заниматься высокотехнологичными отраслями, это абсурд. Навязаны нам именно вот такими агентами влияния, которые давят с целью получения, возможно, имиджа, возможно, не денег. Вот я вам скажу, что я знаю людей, которые ради того, чтобы свой имидж поддержать руководителя, они общаются с теми руководителями. И, соответственно, при давлении именно на какие-то определенные точки они принимают такие решения. Как, например, закупка у компании «Отока». Там нету, возможно, какой-то, вот как вы говорите, такой составляющий. Но есть политическая составляющая, то, что господин генерал говорил, оказывается давление. То есть, фактически, некоторые чиновники становятся агентами влияния иностранных государств в республике Казахстан. Вот здесь проблема намного выше и намного тяжелее, чем какие-то коррупционные вопросы. Вы абсолютно очень во многом правы, чтобы было, как в Турции, нужен Нататюрк. И если далеко в прошлое не ходить, армия там несколько премьер-министров меняла. И до прихода Эрдогана, как говорится, шагу нельзя, не могли политики ступить. И поэтому без их разрешения. А второе, вот этот вот фонд, банки и развитие оборонно-промышленного комплекса непосредственно занимались они. И хотя Эрдоган там пытался обратить внимание на религию и так далее и тому подобное, но сейчас он вынужден обратно к армии поворачиваться лицом, потому что армия гарант светского государства и то, что указал Ататюрк. Нам выход из данной ситуации, это только один, при наличии документов, которые есть в открытой печати, предоставить то, что идет действительно лоббирование, через четвертую власть эти вопросы доводить до самого верха и выходить с предложением, уже эта ассоциация оборонно-промышленного комплекса, это не то. Почему-то вот у нас не прошло развитие Министерства оборонной промышленности. Ну хорошо, ладно, мы не такие, как на сегодняшний день продвинутые, но я считаю, что хотя бы независимое агентство создать оборонную промышленность, которая саккумулировала бы все идеи на сегодняшний день и вкупе с этими идеями на основании того, что нам необходимо сегодня, завтра и послезавтра, это в отношении того, что говорил мой товарищ Мухтар, это работа Департамента военно-технической политики, что видение вооруженных сил с этим департаментом, и другой силовой блок тоже подключался, чтобы у нас не было таких вот мертвых еврокоптеров и всего остального. Вот прекрасный завод стоит, практически простаивает, да. Чтобы вот такого не было, вот это нужно единое решение, выработка не на год, не на два, не на три, а минимум на пятилетку, потому что хорошо, плохо, что война идет, но тем не менее, вот он пример, вот что нам необходимо, вот что сегодня. Используется, и как оно используется, да. Не скажем, что там первобытные армии воюют, или там Ближневосточный конфликт, или там Ирак, или Афганистан. Да, да, да. Ничего подобного. В центре Европы. Да, вот. Две прекрасно мотивированные армии, это самое, бьются, причем бьются самым современным вооружением на сегодняшний день, да. Мы видим и плюсы, минусы, вот. Ну, минусов меньше, все зависит от того, что, говорю, кто за пультом сидит, кто за рычагами сидит, и у кого это самое. И у кого склады полные? И у кого склады? Производство работает. Производство работает, да. При наших территориях и ограниченном количестве жителей мы обречены на то, чтобы сделать современную армию. Мобильную. Мобильную, информационную и так далее. Нам нужны технологии, как воздух. Мы сегодня потеряем скоро поставщика технологий с севера, с юга нам технологии не дадут, нам нужны собственные технологии, нам нужны собственные разработки, мы должны покупать и так далее. Государство должно на это обращать серьезное внимание. Оно должно прямо, если президент куда-то летит, пример куда-то летит, он должен весь оборонный комплекс собой брать туда. Это необходимо лоббирование на уровне глав государства. Да, да, я согласен. Коллеги, тема на самом деле большая, и мы, я думаю, еще посвятим этому время. У нас будет еще возможность пообщаться на эту тему. Может, какие-то подтемы найдем. Но сейчас, завершая наш разговор, я хотел бы задать всем один вопрос. Учитывая эту сложную ситуацию геополитическую, не секрет, как уже сказал господин генерал, вот рядом идут буквально тысячи километров, боевые действия, самые ожесточенные, и все это слышим. Мы иногда, а в последнее время все чаще и чаще, слышим угрозы, которые раздаются в нашу сторону со стороны отдельных политиков, журналистов, общественных деятелей, в частности от нашего северного соседа. Мы неоднократно слышим уже, это стало системой. И вот у меня такой вопрос. Если, не дай Бог, не дай Аллах, нам придется все-таки вступить в какие-то боевые действия, насколько готов наш военно-промышленный комплекс обеспечить потребности наших войск, нашу обороноспособность уже не в мирное, а в военное время? Если разрешите, я буквально оставлю два-три слова. Нам вот по опыту Украины необходимо развивать территориальную оборону. На сегодняшний день это входит в функции генерального штаба на развитие территориальной обороны. То есть у нас должны быть в каждых городах, в областях, должны уделить максимальное внимание именно войскам территориальной обороны. Украина выстояла только за счет развития именно территориальной обороны. Это важный аспект. Помимо этого мы должны обратить внимание на материальный резерв. На сегодняшний день материальным резервом никто не занимается. Когда наступает час икс, у нас начинаются проблемы с поставками. Необходимо, чтобы у нас бронь лежала в матрезерве. Необходимо, чтобы у нас какие-то комплектующие были резервы. В резерве должны быть транспорт, техника, не говоря уже о военных. Я, к сожалению, не могу это комментировать, потому что я знаю о проблеме, но я не знаю, в каком она состоянии находится. Здесь, я думаю, господин Геннадал больше знает в этом направлении, чем о я. Но я знаю, что эта проблема, она касается в первую очередь в том числе и меня. Понятно. Господин Геннадал. Конечно, в страшном сне себе представить такое. Хотя наши отдельные товарищи-блогеры говорят, да мы там, туда-сюда, все. Нет, вопрос очень серьезный. Любая война – это очень, скажем так, нехорошее дело. Но хочешь мир, готовься к войне. Другой вопрос вы абсолютно правильно задали, что у нас есть. У нас вот то, что вот так вот как есть, у нас есть запасы, и на этом халас. Почему? Потому что заводы, мягко говоря, лежат на боку. Не на полную мощность, скажем так. Абсолютно, абсолютно согласен в отношении материального резерва. Материальный резерв – это главное. Про территориальную оборону, как я уже сказал, необходима здесь стратегия народной войны. И территориальная оборона должна развиваться такое понятие, как территориальная округа. И не Аким за них должен быть ответственным, а должен быть нормальный командующий, какой-нибудь отставной генерал-полковник. Но он напрямую имеет связь с верховным главнокомандующим. Почему? Потому что это вне вооруженных сил. Это, еще раз говорю, территориальные войска, которые, территориальная округа, которые отвечают за оборону конкретного района, конкретной области и так далее и тому подобное. Да, это, скажем так, второй эшелон боеспособных вооруженных сил. Но уйти в вооруженные силы, тот качественный состав, в первую очередь, количество составов, он, мягко говоря, то, что есть, говорили о том, что надо увеличивать. А теперь время пришло, давайте, господа депутаты, правительства, господин Герховный командующий, необходимо увеличить как минимум в три раза. В три раза. Как минимум в три раза. Каждый компонент, если кто-то считает, ой, зачем нам большие морские силы, то есть, да ничего, на барже ПВО поставим, как будет у нас морская зона ПВО. Между прочим, у нас на Западе нефтиные промыслы, которые необходимы. На каждую рельсу поставим баржу, и туда поставим комплексы ближнего ПВО и среднего ПВО. Вот тебе будут оборонять крупные города Павлодар, Семей, Ускаман. Да он тут, есть силы, пускай баржа плавает, кораблику, будет резиденцию охранять. Как минимум. Да, как минимум. И так вот везде. Авиации, что ли, много? Да вот оно, всего, ничего. Боевой компонент минимальный, транспортный компонент минимальный. Средства авиационного поражения, здесь вообще мама не горюй. Соответственно, там, ну да, материально плохо, если материально обеспечивать вооруженные силы, конечно, кадры уйдут. Зачем прекрасному подготовленному летчику за денежное удовольствие, то, которое есть, сейчас вроде бы повышают им. А так он уйдет в любую компанию, пожалуйста. Да и другие специальности. И вообще, давайте так, время пришло на вооруженных силах и тем более на оборонно-промышленном комплексе экономить не надо. Давайте не будем строить эти кучи мечетей, пускай вот эти 160 там сколько олигархов за цигундер и денежки сюда, вот в это. Военно-промышленный комплекс. Да. Ну, конечно, сейчас старики скажут, ой, бай, о нашей пенсии, пятое-десятое. Да, пенсии тоже надо. Да, врачам где-то что-то надо. Ну, зачем там это, вот, какие-то прожекты эти строить, торговые центры. Господин олигарх, сюда вложись, вот, пускай там один Пригожин, а у нас пускай будет 10 Пригожин, наверное. Ну, да, Пригожин. А, Т.е. спокойненько, как вы считаете, вот, что с точки зрения… Ну, прежде всего, я хотел бы на первое место поставить экономику, да, экономику надо управлять. Если эта экономика с таким управлением так относится к своему производству, и внутри производства относится к своим конструкторам, высокоспециалистам, инженерам, вообще, рабочим и так далее и тому подобное, для нас ситуация, которая вообще происходит, для нас будет эта катастрофа. Это однозначно. Потому что у нас даже элементы, наверное, подумать не могут, почему эти деньги должны работать на экономику Турции, на экономику Российской Федерации. Почему эти деньги не должны работать здесь? И они этого не хотят допускать. Всеми, короче, там, заинтересованными и так далее. Я не виню здесь министерство обороны. Я больше всего скажу, положу руку на сердце. Здесь, короче, вот эти вот белые воротнички, они, короче, играют главную роль. Понимаете, да? Я вам четко скажу, это было и с Индрой, это было и еврокоптером, короче, это было, короче, и другими, короче, предприятиями, которые там, якобы, там, транспорт-технологии привезем, а нам, ну, а в итоге пшик. Единственное, по-моему, он сделал частный инвестор, который договорился, придется. Все, где участие государства и так далее, у нас ничего не получилось. Вот с такой экономикой, с таким управлением, с таким отношением своему народу, своему производству, у нас завтра будет катастрофа. Это мы должны понять сегодня. Ясно, ясно. Государство должно доверять собственному народу. Да, да. Майзабек, а ты меня с отцены... Мы сегодня не готовы вообще. Ни оборонная промышленность, ни армия не готовы к военным действиям. Готов, наверное, народ, который завтра выйдет там, с ножами будет там что-то делать. Да, у нас останется только одна надежда, что эту страну спасет собственный народ. А на чиновников, которые вот так поступают с собственным предприятием, на армию, которая находится сейчас в загнанном состоянии. Бедные солдаты вешаются там. Ну кто вообще, почему не обращают внимания? Армия будет биться, не надо. Да, армия будет биться. Да, да, да. С точки зрения оборонно-промышленного комплекса. С точки зрения оборонно-промышленного комплекса, я говорю, что оборонно-промышленный комплекс имеет потенциал. У нас есть существенные наработки, у нас есть потенциал, у нас есть инженеры, у нас все есть. Во-первых, надо не мешать, а помогать. Помогать. Вот и все. В принципе, люди, ну вот вы знаете, что в начале нулевых, тот же упоминаемый завод гидроприбор, когда там, так сказать, от Советского Союза ничего уже не осталось, от заказа военно-промышленного комплекса Советского Союза ничего не осталось, инженеры гидроприбора начали тогда думать о БПЛА. Да, это звучало как миф, сказка, фантастика. Никто не поверил, никто вообще ничего не сделал. Это так и умерло. А в то время, если бы начали, сегодня были бы свои. Ну это все-таки перспектива, да, или упущенная выгода, но, к сожалению, сегодня мы вынуждены констатировать тот факт, что сегодня с тем уровнем развития наш военно-промышленный комплекс, наверное, скажем так, ну частично только готов обеспечить надежную образоспособность нашей страны. Скажем мягко, да, мы не будем... Ну как неродной ребенок. Да, как неродной ребенок. И я, что хотел бы после вот нашего, резюмируя наш сегодняшний разговор, наш очень полезный, я считаю, разговор, сказать вот что. И обратиться к власти, обратиться к обществу, обратиться к нашим средствам массовой информации, к нашим политикам. Дорогие друзья, наверное, не наверное, а уж точно после этого разговора у меня не остается никаких сомнений, что настала пора повернуться лицом к нашей обороноспособности, к нашему военно-промышленному комплексу. Никогда давайте не будем забывать простую и древнюю истину. Тот народ, который не хочет обеспечивать свою армию, вскоре будет вынужден содержать другую. Спасибо за внимание.